Вчера Верхесецкий районный суд Екатеринбурга своим приговором упрятал в строго режимную колонию серийного похитителя велосипедов, который умудрился обнести даже целого олимпийского чемпиона. 35-летний, можно сказать, профессиональный вор Руслан Хайрулин в привычном смысле слова нигде не работал. Он посвящал все свое время нечестному отъему байков у населения. Его ничуть не расстраивало то, что при этом он попадался ни раз и ни два. В СИЗО завела кража до суда у нас помещать как-то не принято, а оставаясь на свободе, он бессовестно нарушал условия подписки о невыезде и надлежащем поведении, ибо продолжать воровство как бы не надлежит. Та часть его эпопеи, что достоверно известна следствию, датируется маем и июнем прошлого года. За это время доказано четыре эпизода краж великов, один из которых, высокопородистый, принадлежал спортсмену, двукратному чемпиону мира и чемпиону Олимпийских игр в Пекине Сергею Устюгову. Он, на всякий случай, гонщик, хоть и великий, но не на велике, а на лыжах. Живет он, как обычный екатеринбуржец в академическом районе. Велик держал в общем коридоре пристегнутым на тросик, который, как известно, задуман для того, чтобы уберечь велосипед от падения, а вовсе не от лихих людей, которые рвут их легко. А велик, к тому же, очень непростой. В 2015 году Сергей Устюгов отсчитал 2000 швейцарских франков за аппарат американской марки Specialized SJHTCom Carbon 29. На суде прозвучала его рублевая стоимость – 150 тысяч рублей. Хотя, в свое время, сообщая о краже в соцсетях по горячим следам, наш земляк-олимпионик слегка посыпал пеплом свою голову за то, что он не додумался держать в квартире, а не в коридоре велик, за 120 тысяч рублей. Вор же фатально для себя примелькался в академии, где не просто все утыкано камерами, но еще и люди внимательно следят за тем, что они показывают. В результате, в 13-й день июня, через 10 дней после кражи у Устюгова, на напоминающем о варенье перекрестке улиц Рябиновой и Сахарова, Руслана остановила пара быстро реагирующих сотрудников местной службы безопасности, которых навел на цель их коллега по камерам, узнавший в обычном пешеходе злодея, идущего на дело. Когда в его сумке обнаружился полный набор велохакера, его сдали наряду полиции. Там он описал, как украл велик у олимпийского чемпиона. Ближе к ночи, я, находясь в районе академическом, зашел в многоквартирный дом, где-то на 17-м этаже, увидел стоящий велосипед, пристегнутый на жилой площадке металлическим тросом к трубе, перекусил трос и спустился по лестнице с велосипедом. После чего я направился в железнодорожный район и пристегнул велосипед на стоянке. На следующий день я его продал. Правда, были в его практике и курьезы. Можно сказать, из рубрики «Вор у вора дубинку украл». Перекусив трос, я похитил велосипед, после чего поехал в железнодорожный район, оставил велосипед на стоянке. На следующий день его пришел, а его угнали. Следствие вычислило, что за май-июнь Руслан Хайрулин потерял четыре велосипеда на общую сумму 287 тысяч рублей, из чего следует, что байк «Олимпионика» был втрое дороже среднего велика простого смертного. По оконцовке «За все про все» ранее судимому гражданину, с учетом недавно вынесенных приговоров за то же самое, суд назначил по статье 158, часть 2, два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.